Пропажа боевого оружия со склада одной из частей погранвойск была обнаружена при задержании двоих членов ОПГ, пытавшихся продать три автомата Калашникова. Из их показаний выяснилось, оружие им было продано военнослужащими. Были арестованы прапорщик одного из подразделений генштаба, а также водитель председателя госкомитета по делам обороны Марата Кенжи Сареева. Раньше, по-моему, были такие случаи, но не такие, они в военных частях там где-то продавали. Но чтобы водитель председателя обороны ведомства, чтобы продавал оружие, тем более членам ОПГ, такого случая не было у нас в республике, в государстве. И я думаю, тут, чтобы такого не повторилось, тут максимально надо. В ходе обыска у водителя Кенжи Сареева, как сообщается, изъяли 16 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, большое количество патронов и других боеприпасов. Сам председатель комитета по делам обороны, как и пресс-служба генштаба, давать какие-либо комментарии отказались. По словам бывшего зампредседателя погранвойску Банышбека Сарыбаева, настораживает количество похищенного оружия. Но еще больше то, в чьи руки оно могло попасть. Я не думаю, что у нас там прям сидели такие диверсанты в пограничной службе, которые специально были готовы продать террористам оружие. Но, тем не менее, помчались за длинным рублем, решили поймать свой интерес и допустили такое преступление. Неполное служебное соответствие было вынесено председателю погранслужбы Абдукариму Алимбаеву, а также его заместителю Бакету Джилтырову. Отстранены от занимаемых должностей начальник управления вооружения и начальник отдела ракетно-артиллерийского вооружения. За произошедшее ЧП указом президента зампредседатель погранслужбы Талабе Гусубалиев был снят с должности. Факты продажи оружия случались и раньше. Бывало даже так, что из украденного оружия убивали людей, а после убийства оружие вновь возвращали на базу. Такие вещи происходят и в других странах. Но, учитывая общественную политическую ситуацию в стране, если бы это преступление не было раскрыто, все это могло очень плохо кончиться. Уголовное дело по факту продажи оружия передано в военную прокуратуру. Подозреваемые военнослужащие водворены в СИЗО ГКНБ. БОТСФ Александр Симонов, НТС.